итак чистка печени выходит на финишную прямую нам с вами потребуется укроп фенхель кориандр черный тмин анис для другого помола листья сены кора крушины кора крушины и так нам надо взять по одной чайной ложке укропа фенхеля кориандра черного тмина и аниса первые пять компонентов мы сейчас должны перемолот берем по одной чайной ложке укроп семена фенхеля напоминает укроп кориандр кориандр какой душистый черный тмин анис душистые травы 5 трав я попробовал на вкус все эти травы примерно обладают одной и той же особенностью за счет своей душистости будут разжижать желчь теперь ставим нажимаем и перемалываем перемололи дух 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 особый баночка баночка и все это пересыпаем в нее необыкновенно душистый аромат именно он и будет разжижать желчь делает наши желчные протоки эластичными то есть все будет там расширяться и разжижаться то что надо закрываем теперь берем 5 чайных ложек сены сен на лист кстати сено уже перемелено раз два три четыре пять отлично сено перемелено это хорошо мотор от винта это у меня специальная такая мощная кофемолка для перемалывания трав и специй а сделание запах специфический перемололи И как советуют, все это сыпать в отдельную стопочку Сыпали Вот у нас получилось Теперь у нас остается 8 чайных ложек ревеня Если нет корня ревеня, а его нет, то можно заменить ее 8 чайными ложками крушины Считаем крушина Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Кору крушины вы можете приобрести в аптеке То, что было у меня, я приобрел У торговок А здесь примерно пакетик Пакетик как раз собой представляет Сейчас мы посмотрим Что собой представляет пакетик Как раз чайная ложка Вы можете взять Восемь пакетиков крушины И сюда Кофемолочку Закрываем Закрываем Поехали Помол крушины Сделали Вот она Теперь что нам надо сделать Указанные три стопки Я крушину не перекладываю Смешать между собой И еще разок перемолоть Итак Крушину Смешиваем с листом С сены И смешиваем еще С пятью травами Душистыми Укропом Фенхелем Анисом Тмином Кориандром Опять все это закрываем И еще разок Мешаем Мотор От винта Итак Мы с вами все перемололи Помол очень хороший Получилась такая Своеобразная Какая-то паста Вот это все Мы с вами В баночку И закроем крышкой Плотно Для того чтобы Не улетучивались Так как вот эти семена Масляничные Они Такую дают Своеобразную Как бы сказать Плотность Чем-то напоминает Халву Только Разреженную Кстати Коту стало От запаха Дурно И он ушел Покинул Кухню Итак Помол у нас Закончил Самый главный Все компоненты Собраны Что важно подчеркнуть Что помолотого порошка Хватит на трех человек Вот этого порошка Хватит на трех человек И так У нас порошок есть Надо Опробовать его Теперь остается нам Этот порошок Опробовать Я предлагаю Сделать не так Как советуют Развести Одну чайную ложку Порошка В 50 граммах Воды Сразу залпом Упиваем А потом еще Запиваем 50 граммами воды Я поступаю Следующим образом Я примерно Беру 100 грамм воды Теперь беру Одну чайную ложку Порошка Беру ее без верха Вот так вот В рот И запиваю водой Для меня Это не составляет Особо Проблемы И так Подготовка К чистке печени Началась Сезон Чистки печени Объявляю Открытым Уже Вот это Начнет действовать По-своему Подготавливая Меня К самой чистке Для заключительной Стадии Лимона Я взял Масло Горчичное Взял Закрасила Закрасила Вот так шире Здравствуйте Здравствуйте Ну что Вот Марка Здравствуйте Вот Она Да Масло Горчичное Как раз То что Надо Спасибо за субтитры